Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале! Сегодня у нас в меню будет утка. Утка для праздничного стола. Для этого рецепта я взял домашнюю утку на 2 килограмма. Также нам понадобится и специи соль, перец, сладкая красная молотая паприка, кориандр, соевый соус, сладкий чили, растительное масло, немного майя аджики, чеснок, апельсин и имбирь. Приготовим маринад в азиатском стиле. Но будет вкусно, друзья! Утку я предварительно помыл, почистил от остатков пуха. Срезаем гузку. Уйдем немного в сторону от традиционных рецептов. Обычно утку готовят целиком. Я ее разделю по грудке пополам. Придадим ей вот такую форму. Утку подготовили. Сейчас ее немного нужно присолить. Солим, перчим на вкус и поперчить. Откладываем в сторону. Займемся маринадом. Для маринада нам потребуется 4 зубчика чеснока. Можно мелко порезать, можно выдавить через пресс. Добавим чайную ложку красной сладкой паприки. И 2 чайных ложки кориандра. Отправляем кориандр. Добавим соевого соуса. Немного растительного масла. 2 столовых ложки. Сладкого чили. 4 столовых ложки. И для остринки еще добавим 2 ложки майаджики. Нам потребуется сок одного апельсина. Выдаем его через пресс для цитрусов. Отправляем сок. Можно еще отправить эту мякоть. Натрем грамм 20 имбиря. Можно мелко порезать. Все тщательно перемешаем. Маринад готов, друзья. Возьмем пакет. В моем случае. Я взял такой пакет с замками. Вы можете взять обычный. И отправляем кутку в пакет. Можно это сделать, конечно, и в посуде. Но в посуде вам неудобно будет ее ворочать постоянно. А здесь в пакете она только переворачивает. Маринад пробуйте по вкусу. На соль, остроту, кислоту. Я попробовал, меня все устраивает. Все ингредиенты будут указаны в описании. Выливаем маринад в куртки. Застегиваем или завязываем пакет, у кого, какой будет. И распределяем маринадку в пакетах. Стравливаем лишний воздух. Периодически за время мариновки нужно будет переворачивать, помешивать. Время маринования от часа. И более можете с вечера приготовить. Ночь полежит, будет еще насыщенней вкус. Теперь убираем утку в холодильник мариноваться. Но перед приготовлением рекомендую достать ее, чтобы она остыла до комнатной температуры. Холодный продукт. Не готовим. Друзья, уточка промариновалась. И готова к запеканию. Запекать будем на противне. Сергаментной бумаги. Как я люблю. Добавим сверху немного соуса. Заворачиваем мотку в конверт из пергамента. Для этого воспользуемся обычным канцелярским степлером. Моим любимым. Также подворачиваем в противоположную сторону дважды. Дорогие друзья, утка упакована. Отправляем в предварительно нагретую духовку до 190 градусов на час 10-15. Так как утка у нас небольшая и она плоская, она приготовится быстро. Дорогие друзья, пока запекается наша утка, я хочу поблагодарить всех вас за вашу поддержку, ваши комментарии, лайки. Спасибо вам за то, что делитесь моими роликами со своими друзьями. И по традиции хочу поздравить всех тех, у кого сегодня дни рождения. Пожелать им здоровья, счастья, тепла и уюта в их домах. Светлого мирного неба над головой. Здоровья родителям, детям. Будьте здоровы, живите счастливо, любите и будьте любимы. Заботьтесь о ближнем, и это вам воздаст. Наша уточка провела полтора часа в духовке. Посмотрим, что там у нас получилось. Дорогие друзья, вот такую утку можно приготовить. Таким оригинальным способом запечь. Главное, это недолго, полтора часа, и у вас готово оригинальное блюдо. Ну, непривычно тем, что это вроде бы целая утка, но не в обычной форме. Эй, разваливается. Сочная, сочная уточка. Смотрите на срез, все пропеклось, все промариновалось, все как надо. Дорогие друзья, вот еще один вариант приготовления утки на праздничный стол. На новогодний или на обычный. Готовьте, угощайте своих друзей и близких. А на этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. До скорых встреч, до новых вкусных рецептов. С вами был Волоха. Пока.